Как сильно мне пригодился вуз в наше нелёгкое время. Хочу вам рассказать им, возможно, и вы собираетесь идти учиться, потому что 1 сентября не за горами, ну как не за горами, сейчас 1 апреля накануне, но уже сейчас нужно подготавливать экзамены, подготавливать документы для того, чтобы пойти в вуз. Кто-то на подготовительные сейчас курсы будет ходить, кто-то экзамены будет сдавать, кто-то уже тропинку к вузу выбирает, к какому ему пойти. Вообще, какое бы ни было время, люди всё равно будут учиться. Всё равно. Я знаю, что сейчас это не актуально вам смотреть, вам про события насчёт Украины интересно, насчёт России, насчёт политики, да. Но не забываем, что всё равно люди пойдут сейчас учиться. Возможно, вы, ваши дети, вы пойдёте учиться, или кто-то из ваших родственников, всё равно. Телевизор телевизором, но всё равно идти учиться нужно. Вообще, в битве между телевизором и холодильником обычно побеждает телевизор. Когда я спрашиваю у студентов, кем ты хочешь быть, то мне почти все говорят, я хочу быть бизнесменом, я хочу быть руководителем, руководителем, я хочу быть начальником, я хочу быть директором клиники медицинской. Я у него спрашиваю или у них спрашиваю, если ты хочешь быть директором медклиники, то почему ты пошёл тогда учиться на финансы или кредит? Или если ты хочешь быть директором строительной фирмы и строить многоэтажки, то почему ты пошёл учиться, допустим, на менеджмент? Ты пошёл учиться или ты пошёл учиться на туризм? Где вот это? А я закончу, а потом пойду и устроюсь к фирму, там подсижу по карьерной лестнице наверх. И я спрашиваю, смотри, давай пофантазируем с тобой. Ты говоришь, что ты хочешь быть, ну, к примеру, директором, ну, давайте строительной фирмы возьмем, то, что нам ближе, мы же все стройку смотрим у меня на канале. Пофантазируем, ты директор, ты открыл, ты выложил вместе с родителями, ты же не какой-то миллиардер, не сын министра, наверное, ты выложил в это дело, ладно, 5-10 миллионов рублей вместе с родителем, кредит вы взяли, или автосервис ты купил за 10 миллионов. Кого ты возьмёшь туда к себе, чтобы они работали у тебя? Кого ты возьмёшь? А самый первый вопрос, когда тебе задают, когда ты устраиваешься на работу, это кем ты до этого работал, перечисли, где должен, и что ты умеешь делать. Вот кем ты возьмёшь? Ты будешь смотреть на то, кем человек до этого работал, опыт работы или нет? Или не будешь? Так почему тогда ты думаешь, что вокруг тебя вот так, а ты самый умный, что тебя именно возьмут вот такого? Наверное, на опыт работы, кем работал, может быть, там даже и высшее образование, где, и что умеешь? А идём покажи, умеешь ты разбирать или нет, я вот 10 миллионов уложил, я хочу получать по 100, по 200, 300 тысяч в месяц, покажи, что ты умеешь. Или нет? А-а-а, дверь открыта, иди, заходи, заходи, да я вас обучу. Очень часто говорят ещё те, кто учится или собирается, абитуриентах, родители, что нужна просто бумажка нужна. И с этой бумажкой всё, все проблемы будут решены. Ну, если тебе нужна бумажка или вам нужна бумажка, я вам тоже говорю, идите в переход, вам любую бумажку нарисуют, сами возьмите бумагу, нарисуйте, там любую вам бумажку, какую хотите, чего хотите, там нарисуют вам. Всё это, хоть сами разукрасти любую бумажку, вот, повесьте её сюда, если она вам нужна бумажка. А если работодателю нужна бумажка, то тут уже по-другому. Тут уже будет вопрос такой, кем до этого ты работал, сколько лет, что ты умеешь делать, зайдём покажи. А теперь испытательный срок, чтобы ты доказал мне за 3 месяца, что ты именно умеешь это делать, что ты умеешь то-то, 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 то-то. И тогда я уже на тебя посмотрю. И пока поработай за минималку, а потом мы уже посмотрим на тебя. Через 3 месяца ты уже войдёшь к нам в стаж и так далее. Вообще вот так вот делается. По крайней мере, в нашем мире именно смотрят на опыт работы. Потому что когда люди вложились в бизнес 10-20 миллионов рублей, ну, наверное, они не хотят слишком сильно рисковать. Они так рискуют в наше время, деньгами, непростое время. И тут они будут ещё сильнее рисковать. И вы поставьте себя на место руководителя. Подставьте себя сейчас, кто нигде не работает, или кто учится. На место давайте мыслить так же, как руководитель. И тогда мы с вами уже сможем понимать. Давайте директора возьмём, ну чего, медицинской клиники. Вы, наверное, будете туда людей брать. Либо с образованием, либо умеющих людей. С опытом работы вы, наверное, будете брать. Вот чтобы это всё вместе было. Я говорю, представляете, если вы кого-то возьмёте, он скажет, ну, у меня бумажка есть, но я как бы зубы делать не умею. Вы возьмёте его или нет? И никогда не думайте, что вы умнее всех. Тот, кто умнее всех, тот бабки гребёт, ну, лёжа на диване, ему не надо никуда ходить, ему не надо учиться, он так всё знает. Он сам обучает, он сам может обучить вас. Если он всё знает, он может сам брать с вас деньги за обучение и дать вам навыки. Тогда он может, если он самый умный из всех людей, хотя бы в своём квартале, в вашем, там, пятиэтажек, он может просто лежать на диване и стругать деньги и на биткоине, и на чём угодно, он может в соцсетях, он просто там бабки лежит и трыжет. Вот он самый умный тогда. Пока вы не дошли до этого уровня, никогда не считайте себя умнее других людей, что вы бы не взяли, а вас вот... Когда я учился в институте, у нас был автомобильный факультет, и там в соседней аудитории книжки были, они изучали, как собирать автомобили, устройство автомобиля. И причём это были 2000-е годы, может быть, 2000-е, начало вот этих нулевых годов. И там был мост от Чайки, мост был от Москвича 412-го, и что-то там от Запорожца ещё даже было. Я не знаю, где они, с каких времён там от Запорожца. И они, студенты, ходили, у Хаска рассказывали, что и что, и книжки там были от Москвича, от этого. Но в то время ценились иномарки. Тот, кто умел делать АКПП, кто умел делать сцепление ДСГ, двойное сцепление, двойной выжим, всё это умел делать, сливать с них антифриз, заливать новые в такие машины, из Мерседеса в двигатель вытаскивать, там ролики менять, цепь менять. Вот тот стрик очень хорошие деньги. Вот тот зарабатывал очень хорошие деньги. По тем временам они по 80, по 90, по 100 тысяч, тот, кто умел АКПП делать в те времена. Сейчас что стоит? Какой автомобиль у вас стоит в аудитории? Напишите. Может быть, приор у вас стоит? Классика, может быть, стоит? И что сейчас востребовано? Давайте с вами подумаем. Иномарки? Ну, наверное, они сейчас с российского рынка и с рынка СНГ тоже будут уходить. Иномарки, я имею в виду европейские такие. Иномарки, Тойота, Камри, Прада. И что сейчас востребовано? Да недолго думай, сразу же понятно, что сейчас востребованы будут китайские автомобили. Да уже востребованы. Но еще через 2-3 месяца китайский рынок будет в СНГ очень обширный. Если вас там учат делать хавалы, как делать, как там коробку в нем делать, Черри Тига делать, как Черри Тига Про, Про 8, Про 9. Если вас этому учат, безусловно, идите и учитесь. Потому что это будет востребовано. А если вас еще, тем более, там научат Теслу делать или электромобили. Потому что сейчас мир будет постепенно переходить на электромобили. И Теслу почти нигде не отремонтируешь. И в такой сервис у вас будет стоять очередь, чтобы Теслу отремонтировать. А ремонт там очень дорогой. Там надо уметь разбираться действительно. Это не в Москвиче. Открутил, сделал, что-то там принес другое. С авторазбора принес. Здесь напильником подпилил. А в Тесле все по-другому. Если вас там обучают, безусловно, я вам советую. Потому что я за образование. Я не говорю, что я просто за образование. За востребованное образование, конкурентно способное на рынке. И чтобы потом к вам была уже очередь из этих фиатов, из этих китайских автомобилей. Чтобы очередь была из хавалов, черри, эритига. Электромобили, чтобы у вас там стояли. Чтобы вы это разбирались с чистыми руками, с отверткой, с тестером в компьютеры. Удаленно как-то подключали эту Теслу. Она удаленно делается еще. Чтобы вы это умели делать. Это востребовано. Все. Я за то, чтобы вы были умные, образованные. Я не против образования. Главное, чтобы вы его умели применить. Потому что у нас еще был строительный факультет. И там обучали, как крышу шифером крыть. Перед этим опилки. Что-то там рубероид где-то был. И как эти опилки? Ведрами что-то насыпать, граблями. Все такое там рассказывали. Потом забивать гвозди сверху через такие. На них шляпки нужны были из металла. И это все забивать. Наверное, если бы я так дом бы построил свой, то не знаю, сколько он бы простоял. Просто когда задаешь студенту 2, 3, 4 или его родителям вопросы такие, то спустя 1, 2, максимум 3 вопроса он говорит, я не хочу на эту тему говорить. Я не хочу с тобой это обсуждать. И пытаются слезть с этой темы, потому что не понимают они. Нужно знать, зачем ты идешь. Если ты знаешь, зачем ты идешь учиться, это одно дело. А если ты не знаешь, двумя вопросами одним тебя в тупик. Я не буду это обсуждать. Я не хочу насчет этой темы говорить. Некоторые люди даже хотят поехать обучиться в другой город. Тратят на Москву, на переезды. Потому что там был проезд дорогой. Деньги какие-то. При этом, когда задаешь вопрос об окупаемости, сколько ты денег потратишь. Давай мы с тобой посчитаем, сколько денег квартира в твоем городе стоит. И потом ты, сколько ты будешь зарабатывать, 30, 40, 50 тысяч рублей. Я не хочу на эту тему говорить.